Вернулся победителем. Приморис Максим Анисимов, больше известный под псевдонимом «Свобода», прилетел во Владивосток. Правда, лишь на несколько дней. С финалистом проекта «Песни на ТНТ» удалось побеседовать ведущим радио ВИБИСИ. Да это все как обычно. Мне кто-то скинул, Рома, по-моему, барабанщик, скинул мне ссылку, говорит, вон есть кастинг. Я такой, типа, ну, может сходим? Ну и мы вместе пошли на кастинг. Он барабанил, а ты пел? Он барабанил, я пел, Ваня, басист, играл на гитаре. И мы прошли первый кастинг, потом второй, потом третий, потом первый отборочный, потом финал отборочных, потом я остался один и семь недель в башне. Телезрители следили за участниками проекта каждый день в течение семи недель. Успехи на музыкальном поприще каждую субботу отмечали уже в отчетных концертах проекта. Максим Фадеев и Тимати, а также представители их музыкальных лейблов «Малфа» и «Блэкстар» поддерживали, наставляли, выступали вместе с ними. Однако изнутри кухня проекта выглядела несколько иначе. Распорядок дня был очень жесткий. Подъем какой-нибудь песни. Где-то в восемь. Восемь подъемов. Но еще ничего. Это жестко, учитывая, что ты ложишься в четыре. А-а-а. Да. Уже объяснил. Уже интереснее. Восемь подъем, потом обязательно какой-нибудь веселье и бой подушками с операторами. Но это, честно, моя прерогатива была. А это была инициатива или это была обязательная? Обязательного вообще ничего не было. Кстати, это прям искренняя правда. Не было ни одного сценария, никогда к нам никто не подошел из режиссеров или продюсеров, сценаристов не скидывал никаких сюжетов. Нам не хватает так, дней календаря, песни написаны зря. Я ускоряю шаг, набираю ход скорость моих узлов, двойной разворот. Все будет хорошо, но уже не нам торпеды под водой. Руки по швам, променяю воздух. Говоря о планах на будущее, Максим анонсировал тур по России от проекта «Песни». Во Владивостоке концерт планируется в ноябре. Также «Свобода» обещал в течение ближайших полутора месяцев выпустить сразу несколько песен. Лично я от Макса Фадеева очень многому научился. Прям, я не знаю, как. В плане работоспособности? И в плане работоспособности, и в плане работы с музыкой, по гармониям, по самой песне, по структуре песни. Он шарит в этом, он крутой тип. Песни не стали совсем другими, но как бы это объяснить? Он мне очень помог и помогает их усовершенствовать, потому что он знает, как это сделать лучше. Говоря об отношениях с участниками проекта, Максим признался, что до сих пор хорошо общается с Дэнни Мьюз и ежедневно переписывается с еще одной финалисткой Кристиной Кошелевой. С ней, по словам «Свободы», их связывают чисто дружеские отношения. Девочка с каре заснула в квартире, апреля сегодня в синий. Девочку с каре не полюбили. Тише, мама, слышишь? В рамках своего короткого визита Максим выступил на концерте в День молодежи на набережной спортивной гавани. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.